Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы запишем для вас видео-интервью с Виктором Арестовым, стратегическим партнером SovalMash и главой компании АСПП WayHigh. Здравствуйте, Виктор! Добрый день или добрый вечер. У вас, наверное, день и у меня вечер. Приветствую вас всех тоже. Рад ответить на ваши вопросы и пообщаться. Виктор, я думаю, что многие из наших зрителей уже видели очень большое количество информации, положительной, о вашей деятельности, которую вы же и распространяете в некоторых чатах, комментариях и так далее. Вот, собственно, первый наш вопрос — это что же происходит на сегодняшний день с Таиландом, а в частности с лодками, которые были переоборудованы на электродвигатели и, насколько я понимаю, некоторые из лодок даже снабжены солнечной батареей. Неужели действительно пошел процесс и правительство заинтересовалось сильнее? Ну, процесс пошел еще в 2019 году, когда премьер-министр посетил и проект он взял под свое, как бы, протеже. Но не сам проект, если честно говорить, ну, открыто говорить, да, то там устроена зона экологического туризма. Да, то есть вот этот канал, который проходит через Бангкок тоже, да, он очень имеет такое историческое и глобальное значение. Туристы очень сильно посещают это место, вот, и там развито очень речной туризм вот этот. И как раз была создана группа по экологическому, по экологии этого региона, потому что загрязнение очень огромное. Я видео перебрасывал, да, я когда снимал, был там, когда все это начиналось, когда проект был только на открытии. И мы собирались вместе с этой группой экологического развития этого региона, то я делал видео, где проезжают эти лодки. Ну, а самое лучшее видео еще посмотреть, когда работает этот рынок, да, потому что все вращается вокруг этого известного рынка сюда. И там гарь и грохот стоит неимоверный. То есть, если представить, что это вся дельта этой реки, она полностью забита этими лодками. Они там проходят, как на, грубо говоря, на любом рынке люди. То есть лодки точно так же там движутся, не знаю, как они там маневрируют, но смысл тот, что гарь такая, что там дышать невозможно. Когда мы были, ну, проезжали там одновременно, может быть, три лодки. Там уже дышать было нечем. Можно представить, что происходит, когда проезжают многие лодки. Так вот, как раз это все и подтолкнуло, что правительство начало задумываться над тем, потому что люди начали покидать дома. Когда я снимал, там дома были просто закрыты. Решетки уже стояли, двери забиты, окна забиты. То есть жить невозможно, потому что лодки, когда проезжают, там, крохот дизельной лодки, там, 500 кубов, 600 кубов, да? То есть мощности такие, они орут очень сильно. Виктор, а вот интересно то, что эта проблема, получается, получила развитие в последнее время, или вот почему именно люди начали съезжать своих жилищ именно вот сейчас? Или бы этот процесс уже, скажем так, какое-то время происходит? Наверное, это уже давно происходит, потому что река сама, она, ну, как вот в Китае, многие реки, они просто зеленые и черные, с мазутой совсем. Просто когда постоянно ездят эти дизельные звери, да, можно сказать, это не лодки, да, это гонки настоящие устраивают. Вот. Вся мазута, вся гарь, вся эта, все отходы, это дизельного мотора сжигания, да, все идет в воду. Вот. Тем более, когда они проезжают, вся вода начинает тоже, ну, это понятно, любая лодка будет проезжать, вода будет рискаться и берега размываться, да, грязь. Но грязь это, грязь, грязь оседает, потом им все, мазута же, она загрязняет. Плюс грохот вот этот и гарь люди начали покидать, потому что жить в такой атмосфере, когда постоянный грохот стоит, невозможно. Более, это не дома, где полностью все загерметизировано, там стеклопакеты стоят, это Таиланд, да, как и в любой такой азиатской стране, нет этой звукозащищенности. Поэтому жить в таких условиях невозможно. Те люди, которые там занимались и рыбачили, там, или у них был свой промысел, там, да, все вот это усиление туризма и загрязнение привело к тому, что люди не смогли дальше заниматься своим промыслом. Приболовецким промыслом торговать, они же там торговали рынки все эти, тоже с рыбой, да, и другими продуктами. Вот, то, что я как раз в видео там говорил, когда было, да, там, банки, то, что когда мы проходили, вот, банки стоят, они закрылись. Почему закрылись? Потому что отток людей, которые там живут, туристы же банками практически, банки идут на, для поддержания там бизнеса, для поддержания жизни тех людей, которые там живут, да, за счет этого они живут. Когда это все начало садиться, когда люди начали расходиться, банки закрылись, они не смогли существовать. Вот, вот это как раз и подтолкнуло к тому, что люди начали задумываться, как это изменить. Вот, и вот это изменение, как раз организован был комитет по экологии. Премьер-министр посетил это, как раз ознакомился со всеми проектами. Ну, и наш проект как раз попал в это течение тоже, да, были продемонстрированы так же тук-туки, но тук-туки не ездят по реке, вот, но ездят рядом. Поэтому тоже демонстрация так была, но больше внимания пошло именно на реки, потому что реки, как раз, самое больше пострадали от этого, да, вот, от загрязнений и вот этих шум. И вот с того момента, с 2019 года пошло вот это развитие. Была сделана сперва лодка прототип, первый, солнечная лодка. Вот, это мы начинали еще с Energy Glory. И вот эта демонстрация показала, что лодка тихо ездит, не загрязняет ничего. Конечно, если в основе покопаться, там все равно энергия как-то должна добываться с чего-то. Но именно, что была установлена солнечная панель, показали, что заряжаться может быть тоже самостоятельно от Солнца, энергии Солнца. То есть не надо сжигать никаких там дизельных масел или солярки, или же там угля. То есть это экологически чистое, то есть направление это. Были потом построены уже лодки без солнечных панелей, потому что тоже солнечные панели стоят денег. То есть любая, перевод на электрику стоит денег. То есть даже если автомобили взять простые, электрические дороже получается, потому что батарея стоит все это. И солнечная получается еще дополнительно. Но за счет того, что можно уменьшить батарею, то есть в принципе это как-то выравнивается. Потому что солнечная батарея, солнечная панель увеличивает цену, а батарею уменьшив, за счет того, что можно дозаряжать эту батарею, цена сравнялась. Вот. И в 2020 год было затишье. Потому что как раз когда мы проект поставили уже, это ноябрь 2019. Ну и понятно, что декабрь 2019 известен всем. По Китаю понеслось и потом в январе начало закрываться постепенно везде. И в ноябре мы еще отправили последнюю партию наших приводов туда. Но за счет того, что было все закрыто до конца 2020 практически ничего там не двигалось. И уже когда начало более-менее свободно развиваться все, в 2020 год как раз ровно через год посетил опять этот регион уже министр спорта и туризма. Как раз в этом направлении, потому что под курированием премьер-министра все было это организовано, то есть дальше. И пошло дальнейшее развитие. То есть уже к этому времени было уже три лодки сделано. То, что я назвал маленькой флотилией. Можно назвать. Это маленькая флотилия, да. Это первые шаги. Но вот именно заинтересованность в этом продвижении получила еще дополнительный толчок. Потому что показали, что эти солнечные технологии, солнечных лодок позволяют очистить эти регионы. И уже как раз очень буквально быстро пошло развитие. Я уже в последних видео показывал новую лодку, которую делают. То есть это уже подключены некоторые государственные структуры. То есть лодка делается очень профессионально. Это не просто переделка деревянной лодки. Это уже проект, который идет в направлении массового производства. И как раз хорошо, потому что именно наши моторы и контроллеры идут для этого производства. То есть то, что мы в Китае начали свои массовые производства, но это наши силы, это наши проекты. А здесь уже в другой стране используется наш. Но было хорошо, потому что, наверное, многие следили тоже за развитием проекта в Таиланде. Именно эта команда как раз занималась тук-туками. И там подключены университеты. И проект по лодкам тоже развивался с помощью местного университета. И в 2019 году наши привода заняли в тук-туках первое место среди всех университетов Таиланда. Это серьезно. Да. И это как раз и подтолкнуло. Что искать чего-то другое, если можно эту же технологию применять и здесь. То есть мы попали как раз в нужное русло реки. Нужный поток. А самое главное, я так полагаю, после массового внедрения данной технологии в устье реки, она станет намного чище и безопаснее. В том-то и дело. Да, поэтому это и подталкивает. Меня самого вдохновляет это. Потому что все внимание, начиная с 2009 года, я занимаюсь только экономией электроэнергии. В этих технологиях. С 2011 года мы познакомились с Дмитрием Александровичем. Я подключился к этому проекту. И все внимание направлено именно на улучшение, понижение энергопотребления. То есть все идет на экологию. И здесь как раз это вдохновляет. То, что именно сейчас идет прорыв в этом направлении и все больше и больше внимания этому уделяется. И подключение правительственных структур это подталкивает. Виктор, а вот вы затронули очень интересную тему. У нас даже был снят некий видеоролик, в котором Дмитрий Александрович Длинов отвечал на вопрос, являетесь ли вы конкурентом компании «Совел Маша». И в принципе ответ был получен довольно однозначным, что вы являетесь стратегическим партнером. Но вот все же давайте попробуем ответить на этот вопрос с вашей стороны. То есть если мы говорим о массовом улучшении экологической обстановки за счет внедрения данной технологии. Вот чем же вы занимаетесь на этом поприще? В чем заключается ваша главная цель? Ну-ка, насчет конкурентов я слышу уже очень давно, когда начинал еще в Германии тестировать. Для меня было очень просто, когда я иду в университеты, тестирую эту технологию, показываю преимущества. Все говорят «Вау, классно!». Когда идут уже на ферму, тестируем, все классно. Но не секрет, у меня разговоры с первыми профессорами. Когда после тестов желание видят такой результат, первое, что возникает, давайте сотрудничать. Я же вижу, что у них развивается то же направление. У них стоят электрокары, трактора электрические, делают что-то. И когда возникает вопрос, у меня принес такой маленький мотор, 27 килограмм, они разрабатывают примерно та же мощность, но 54 килограмма, ровно в два раза больше. По эффективности на 1% мой мотор уступил. Но, если мы знаем, что маленькие моторы в эффективности меньше, намного меньше, да? Если посмотреть на все моторы, то 3 киловатта и 5 киловатт. Разница уже есть. А если взять в два раза больше, то там солидная, до 10% может доходить. Начиная с маленьких моторов до 10-киловаттных моторов. Так вот, видя такое, возникает вопрос, давайте будем сотрудничать. У вас хорошее направление, вы идете в стратегические направления. Меня отводят в сторону и говорят, мистер Арестов, вы мой конкурент. Поэтому, и это неоднократно проявлялось, и проявлялось и на заводах. Потом задумываешься, почему это конкурент. Но ответ потом приходит логический. Люди занимаются, 5 лет вкладывают труд в развитие какого-то мотора, привода. Тут приходит кто-то со стороны, говорит, вы тут 5 лет дураковали, ате вам, что-то более новое, что-то хорошее, да? Зачем сэкономите деньги, сэкономите все? Но тот, кто управлял этим проектом или ввел этот проект, как его лицо выглядит на фоне этого? То есть 5 лет он просто деньги прожег, получается, так? То есть, ответ здесь такой, да, вояки. Поэтому, как конкурент, я уже себя слышу давно и знаю, что мы конкуренты для Сименса, мы какой-то конкуренты для АББ. Ну и среди наших инвесторов то же самое. Каждый конкурирует с кем-то, да? Кто хочет какую-то выгоду получить. Поэтому название конкурента, но это даже подстегивает, потому что понимаешь, если ты конкурент, значит, кому-то угроза есть. Есть. Вот поэтому, значит, это воспринимает серьезно и нормально. А здесь, конечно, можно посмеяться, потому что среди своих конкурентов. Я занимаюсь этой технологией Дмитрием Александровичем с 2011 года, когда мы еще в Сколково вошли. Наверное, многие видели страницы. У нас 4 человека стояло на странице Сколково, ведущие специалисты АСПП. Я один из них по зарубежным направлениям, именно по продвижению этой технологии. То, что у меня лицензия есть, что я могу производить эти моторы, или ремонтировать, не производить, не разрабатывать, а именно модернизировать, я использую просто эту возможность. И после того, когда меня называли в Германии конкурентов, и не пропускали нигде, мне пришлось сменить страну. Ну и рынок, на самом деле, в Азии гораздо больше, чем в Европе. Поэтому здесь, я вижу, намного лучше продвигать эту технологию. Кроме того, многие уже, наверное, знают, что я занимаюсь не только своим направлением, не только произвожу свои моторы, мои моторы со славянкой, используя как лицензионный лицензиат, я произвожу эти моторы. Но я занимаюсь еще популяризацией, это одно дело. Потому что везде я представляю, что это славянка, что это технология, которая разрабатывается в Сол-Эль-Маш. То же самое, если кто-то присутствовал на моих переговорах на различных, я пробую вовлечь в инвестирование инвестирование и в развитие производства в Москве, в Зеленограде, в нашей экономической зоне. Да, вот здесь я даже пару слов скажу, потому что действительно я лично был свидетелем на одних из таких переговорах, которые проводились на территории Китая и довольно с высокопоставленными должностными лицами. И действительно, Виктор делает для этого очень много. Вчера как раз у меня встреча была тоже с правительством. Как раз два человека, которые приезжали в 2019 году, как раз с ними тоже проходила встреча, они один глава направления немецко-китайского экологического развития Вейхая. Он как раз и посещал Сол-Эль-Маш. И второй его, тоже, второй ВОЗ по другому направлению тоже был там. И вот вчера мы тоже встречались. Они сказали, да, мы были в вашей компании в Москве. Очень порадовало познакомиться с вашим направлением. То есть все это движется плавно, но правительственные направления, они не быстро двигаются, да, поэтому это одно дело. Но то, что я занимаюсь популяризацией и вовлечением в эту технологию, это моя цель. Не секрет, я тоже вхожу в состав Сол-Эль-Маш, да. Пусть я не получаю деньги, я вхожу и, возможно, буду получать, только когда прибыли пойдут, да. Как можно работать против своей собственной компании. Я напрямую заинтересован, чтобы эта компания быстрее стала на ноги. И если придет миллиардерный или миллионерный заказ Сол-Эль-Маш, то я в первую очередь и на этом заработаю, да. Интерес не просто идеологический там или же там, ну, фанатический, да. Есть заинтересованности, не просто я занимаюсь уже ровно 10 лет, да, в этом проекте. Дмитрий Александрович гораздо больше. То, что меня просто радует, потому что одно дело, мотор-колеса начинались с тех начальных годов, да. Вроде проект тоже начался, назвали его в начале мотор-колесо, длинного. Я был очень воодушевлен, потому что, находясь в Германии, я первый, кто получил этот мотор-колеса. То есть, Дмитрий Александрович доверил постороннему человеку, находящемуся в Германии, эту технологию. То есть, была основа для доверия. И заработать доверие очень трудно, потерять его очень легко. Вот это многие не обращают внимания на это, да. Потому что доверие заслуживается годами, а теряется в один момент. Тем более сейчас, работа, которая сейчас проводится, уже видели там некоторые видео, что заказ оборудования для автоматизации производства СОВЭЛМАШ осуществляется мной. Здесь я провожу вчера, я приехал как раз с командировки, точнее, позавчера, ну, вчера ночью. Позавчера, но вчера. Вот как раз это и должен был быть следующий вопрос. Ну, опередил, извиняюсь. Вот. И как раз шла уже проверка работоспособности того оборудования, которое заказано. Конкурент это или сотрудник, или, да, как назвать, каждый может называть по-своему. У меня есть своя роль в СОВЭЛМАШе, у меня есть свои цели для этой работы. И то, что я провожу здесь, многие знают, ты был тоже здесь, да, видел, что это огромная реклама для нашей технологии. И многие инвесторы пользуются этой возможностью рекламировать, показывать, что есть огромное преимущество. каждый обмочек, который, лицензионный обмочек, он делает, зарабатывает на этом деньги. Я пытаюсь тоже зарабатывать, но одновременно я провожу рекламу, потому что основное я вижу мои будущие, или где самая большая перспектива, именно СОВЭЛМАШ. там будет. Самое большое направление. Я считаю, что мы выйдем все равно на те перспективы и на те величины, как и тот же Сименс. В это я верю. Поэтому я в этом проекте делаю все усилия, чтобы этот проект двигался дальше. СОВЭЛМАШ.